Всем привет! Продолжим наше прохождение Лануара. Прошлое дело было первое дело в отделе убийств. Всё, кончилась наша спокойная жизнь в поисках угнанных автомобилей. Начинается поиск маньяков, убийц, насильников, психопатов. Всё серьёзно, господа. Вот так вот вышла ночью на парковке. Получила трубой по голове. Мораль придумайте сами. Поехали, Скipper. Да, я привозил его. Он мой партнер, после чего. Что мы получаем? Новый случай. Воложая девушка убедилась в плене в грязи на улице Хилл-Стре. Хакты все вокруг него. Капитан пытается его формирует. Это звучит очень similar. Первый правильный правильный полицейский работник — не осознайся, пока вы увидите доказательства. Скиппер хочет, чтобы у вас в своем новостополе. Я думаю, что я знаю место, где они находили женщину. Возьмите Сонсет-Буллевар. Пойдем! Предположение, что уж больно похожее дело. Предыдущий Расти тут же парировал, что, мол, первое правило полицейского — не делать никаких заключений, пока не прибыл хотя бы на место происшествия. И мне кажется, вот это вот правило надо Расти самому себе почаще напоминать. Так, как нам ехать? О, ехать там недалеко. Это совсем рядом, только нам надо ехать не по прямой, потому что это приведет нас под мост. Нам надо ехать немножечко сверху, так сказать. Что ж, по этим посмотрим. Расти думает, что он нас чему-то учит. Уже очевидно, что лучше бы уже самому Расти немножко помалкивать и смотреть за этим, как мы работаем. Иначе бы сейчас сажали бы мужей направо и налево. О, здесь уже целая толпа. Ну, ладно. Ладно, ладно. Ладно, ладно, вы знаете как много, как я делаю. Я буду стоять в конференции пресс-конференции после того, как это окончательно. Я имею двух моих лучших исследователей на данный момент. Поехали. Поехали. О, звука. Было сложное. Наши ценность пола difíceи в мире, но большинство исследователей вauxхозных проблем. Как бы ехать-то ухоже на противоохраняемый человек? Помните. Завидно! Мы держим на газ-инференции во всех целяхах, чтобы безогресские хорни, чтобы мы вернём их принятие в мире. Да, правее. Погоди, какие-то новые лидеры в ДАЛЬЯ-казе? Пойдемте, ребята, и оставьте эти офицеры на работу. У нас есть работа Бога здесь, и это не может быть раздавлено. Что у нас есть, капитан? Единственная женщина уничтожена. Поговори с Каратерой. Я хочу дневные репортеры, господин. Детектор? Я был виноват. Так, а я думаю, мы этого патрульного-то знаем. Мне кажется, это наш знакомый. Ты нашел Гонзалеза? Не я. Альфа Ростол. Я был в первом виде. И вы показали мне тело. Это под пеппортером. Вот здесь. Не может быть много, Велпс. Успели мы приехать на место происшествия. Тут уже полно репортеров. И наш начальник уже делает из этого шоу. Жалкое зрелище. Можно сказать. Давайте поговорим с нашим старым, добрым, лысым, медэкспертом. К что? К Даллию? Я не думаю. Селин Хенри. Это закрытый пакет. Это, наверное, еще один грустный пакет, который потерял свой температур, который не бросил его. Ты ищущий, Ростол? Слушайте его, Велпс. Все, что я говорю, что мы не можем сделать, без открытия закрытых пакетов. Поговори про это, Велпс. Северно баттер, на дисплее. Квырты бы показали, что она была остановлена. Стоимость квыртных пакетов показала, что маленький шоу. Какой шоу Мендеза была? Ты закончил? Нет, я не. На взгляд, я бы сказал, что страниц – это вызова смерти. Я должен делать еще более тесты для семена. Глупый мужик. Если они были женаты, они будут дома. Не хомпы, в ладу любви. Вы понимаете, если я обзорирую тело? Вы можете представить. Расти, как всегда, жжет просто. Не по-детски, что называется. Все что угодно, лишь бы не открывать старое дело. Он готов признать и выдумать любые улики. Смотри, ваш марк – это очень длинный. Я сделаю несколько сравнений в лабораторию, и вернусь к тебе. Дальше нами. Я сперкнула по роте. Лабораторию. Роте. Часто олажнинёрся. Местное, правая нога. Частое. Местное, правая нога. Встречное кольцо. Соверно вылезнет. И опять у нас сорванное с пальца кольцо Очень похоже на наше предыдущее дело, да Также у Селиной было сорвано кольцо И в данном случае, видимо, у нее сорвали с рук не только кольцо, но еще и часы Опять-таки, и похоже все это на ограбление, значит Значит, сувениры Так, тело мы Стомпинг ангел в Хенри-классе. Было это в прессе? Конечно, было. Все детали, которые копии капитану хотят, были в истории Да, то есть женщину топтали Ногой небольшого размера Если это и не наш Маньяк, то по крайней мере Какой-то очень Усведомленный подражатель Что это за улика? Следы? Следы мы уже выяснили Опять те же маленькие следы восьмого размера Ну, маленькие для мужского Так, что у нас здесь? Здесь у нас сумочка жертвы А в сумочке у нас Деньги Ну вот, как я и говорю, что Судя по всему Кольцо и часы срывали не из жажды наживы Потому что деньги не взяли А еще у нас тут какая-то табличка Ну, у нас есть имя Попробуйте с Дейдером Муллером с РНИ Возвращай в секунду Возможно, это имя нашей жертвы Попробуем выяснить Так, музыка закончилась, значит, улики мы все нашли Детективы РНИ говорит, что Дейдером Муллером с 1.30 в Бонни-Брэй Было сообщено, что потеряло сегодняшнего дня С ее мужем, Юго Муллером Еще один день, еще один... И я говорю тебе Попробуй мужа, возьмите его в районе И работайте его И мы будем провязывать это до вечера Что с тем, не делая ошибки и идти на свидетельство? Что готов просто сорваться на абсолютно любой улике и закрыть дело на первой попавшейся жертве Ну, например, на мужа этой женщины, который, кстати, с утра подал ее в розыск как пропавшую А раз ты готов его уже выбивать из него признание Причем, как вы помните, уже по предыдущим делам Мы в буквальном смысле выбиваем порой признание Из подозреваемых То есть, ну, очень такие средневековые методы И если кто-то под этими пытками признается, значит, он виноват, можно сажать Дело закрыто Мы молодцы Так, ладно, куда нам ехать-то? Опять в тот район, где предыдущая жертва жила Что они там все живут-то? Точнее, почему они умирают, все те, кто живут там? Наверное, как-то... Убиться там ошибаюсь, ну, вряд ли Ладно В принципе, дорога ясна Дорога нам ясна Ну, что, может быть, еще что-то из-за подозреваемых Ну, может быть, мы figure этого не отражаемых Я думал, что мы были в пути к тому же нам Устанем Если он не может, то, что это не так Деатра Мулар Уже уже немного Вы должны подниматься Возможно, что она не снять Обои, что она не сомнение О чем она не бывает Она была одна, была ли Она была одной, не она В конце третьего дня Распределиться Я сделал женщины В нём не могу Неудачь Вам не было ничего Не делайте На моих Влажном Да, она Она — женщина. Она — мать моих детей. Ха! Ты родной, Кул? Но не скажи мне, что я не буду. Эта конкурсация закончена. Интересный такой персонаж. Лично мне он нравится больше, чем Быковский. Хотя Быковский был лучше копом. А Расти — просто более интересный персонаж, скажем так. Настолько прогнивший коп. Но прогнивший не в коррупционном плане. Он по-прежнему пытается быть полицейским. Просто он уже, по ходу, забил на это все. Отчаялся. Потерял смысл всей этой работы в этой бесконечной череде жестоких убийств, поисков маньяка. Черный Георгин достает их уже не один год. С таким начальством, которое прессует. Тоже. В общем, много невинного народа. Я чувствую, Расти уже посадил. В попытках закрыть все свои дела. Вот и сейчас. Придется нам спасать человека от того, чтобы его тут же не упекли в решетку только потому, что он муж жертвы. Жертвы. Ну что ж, пойдем смотреть кто там в домике живет. Продолжение следует... Продолжение следует... Мишель Элоуиз Моллер. Можем мы вступать? Я думаю так. Спасибо. Можете у меня посадить, Мишель? Пандора, в целом, лучше, чем старый Борисов. Возьмите от Холливуда. Можете пандора, что ты вернешься. Пандора, кольцер, кусок стабиль. Заметьте, как вольготно Расти курит в любом доме, куда заходит. Когда это еще было нормальным, курить практически в любых помещениях, еще никто не задумывался о том, что, возможно, курение может быть вредно для окружающих. Мой партнер будет объяснить, что не все здесь будет полезно. Не забудьте забыть маме с бирждой. Это, наверное, для папы. Бесит, что у нас огромное количество всякой ерунды, на которую джойстик реагирует. Нам как бы надо все это осматривать, но... Ну да, иначе было бы неинтересно, если бы он бы сразу подсказывал бы только настоящий великий. Надо проявить терпение, поискать все везде. Ну что ж, мы нашли рабочие ботинки восьмого размера. Уже интересно. Так, а здесь у нас что? На ночном столике. Пустая коробочка от часов, которые также пропали с тела. И пустая коробочка от обручанил коса. Я уж не знаю, зачем нам это. Явно, что если с ее рукой сорвали, то домой обратно не принесли. Ну, как бы, наверное, так связываем одно с другим, и получается, что с нее были сорваны именно вот часы и обручальное кольцо. Музыка нам подсказывает, что все закончилось. Можно пойти поговорить с маленькой девочкой. Кстати, вот что забавно. Это единственная игра от Rockstar. Как, не Rockstar, но хорошо. Под издательством Rockstar, скажем так. Которая, которая есть в детях. И они здесь есть не просто в кат-сценах. Они здесь порой встречаются и в других сценах. Ну, конечно, по городу не ходят, но все-таки. Обычно Rockstar очень старается обходить тему детей. Сок, и так как везде обвиняют во всем, чем только можно. Им еще не хватало судиться по поводу виртуального детского насилия. Но вот эта игра подошла очень здесь. Ладно, давайте поговорим с дочкой жертвы. Третья часа, чтобы уйти в дом. Это только что вы уже 30 секунд на сегодня. Это про маму? Папа пытается найти ее. Пожалуйста, скажи мне, она в порядке. Я извиняюсь, что я должен сказать вам это, Мишель, но... ...та мать умерла. ...вотя из-за красивого ребенка. ...вотя из-за красивого ребенка. ...вотя из-за красивого ребенка. Жестоко это было. Вы думаете, что вы можете ответить несколько вопросов для нас? Я попробую. Ни-фига себе, девочка, вообще вот так вот сходу, сразу? Ну, блин. Некоторая из твоей мамы жюлеры была потеряна. Вы можете описать ее вещи? Ребенок, watch. Я никогда не заработал очень внимания на это. Ну, ребенок не врет. Ну, то есть, не в принципе, а сейчас. Вот, и здесь домашнее насилие. А вот тут ребенок что-то недоговаривает. Ну, что ж, у него, по крайней мере, есть какое-то алиби. ...вотя из-за красивого ребенка. ...вотя из-за красивого ребенка. ...вотя из-за красивого ребенка. Ну, не знаю. Я не знаю. ...вотя из-за красивого ребенка. Возьмите? Что... Но она только... У нас есть какие-то вопросы, которые мы хотим спросить. Конечно, да. Да, я сделаю самое лучшее. Ну, что ж... Нельзя сказать, что он... ...ожидал этого, но... Выглядит удивлённо, по крайней мере. Верет. ... мне, мистер Моллэр. Why would I lie to you at a time like this? That's funny. The work boots we found here are size eights. Why lie about it if you've got nothing to hide? Because I always get teased about the size of my feet. You know, small feet, small... Always been true in my experience. I don't want to ask you, Rusty, where is this experience? Yes. You found in a missing person's report this morning? Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. She left around... She left around 9.30. Michelle was out of dance. She called me to let me know that DJ didn't turn up. What do you want to say to us until the end? Did your wife ever go out by herself? To bars? Nightclubs? No. What are you suggesting? You suggesting my wife's loose? Now is not the time for you to be pushing me, mister. Your daughter said you were having an argument. We argued about who would pick up Michelle. I worked a full day. I wanted to come home and put my feet up. So you were here all night? You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. No. No. Do you think? You should come clean if you're having an affair or if there's something going on. I told you I was here when you said I wasn't. So why did you take so long to answer the phone when your daughter called? Okay, I went out for a while. I was driving around. It's my way of relaxing. Your wife was beaten and then strangled. In your case, you have no alibi and a history of violence towards your wife. That's not true, goddammit. You're a violent man. You try to keep a lid on it at home, but sometimes you lost control. Your daughter and your wife were scared of you. You don't know anything about me. Well, by the way, the daughter doesn't look upset. This is just the way we're talking about the girl. I know about the golden butterfly, Hugo. And how you bought your wife off the last time you heard her. She likes to spend money, alright? Dresses, jewelry, her hair. It drove me goddamn crazy. Do I look like a Rockefeller? Nobody likes a cheapskate, Hugo. Getting hostile with us is a very bad idea, Hugo. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage! I didn't kill my wife! Your daughter is in the next room, Muller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind and don't make me come looking for you. We should go back in there and bust his ass! One, we need to break his alibi, check phone records, canvas the neighbors. Two, we have motive of domestic violence, which probably goes for half the men in LA. Three, we have no evidence to tie him to the crime scene again. Hello! Detective! Well, of course. The poor neighbor. 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 Of course. The poor neighbor. Of course. I heard the terrible news over the radio. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. They had a row last night. I heard Mrs. Muller screaming. Did you see Mrs. Muller come home late last night at all? No. Not at all. I did see Mr. Muller put something in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bump downtown and into a cell. Look! There he is now! Get away from the incinerator! Don't let him get away! Okay, but no shit. We have to make the case. Not bad. ну давайте посмотрим что же он там скрывал что пытался сжечь так ботиночки ой-ой-ой-ой-ой ботиночки 8 размера да еще и в крови да заодно это расти тягат посадит так он надо еще позвонить это а галлий homicides сады в 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 Вот так вот действует настоящий детектив. Вроде бы у нас уже есть все, чтобы посадить. У нас есть все, чтобы посадить ее мужа. Потому что палец он, конечно, адский просто, адский. Но давайте не будем торопить события настолько. И сначала съездим в морг, а потом... А потом наведаемся в школу. И вот вроде бы на кой хрен нам ехать в эту школу, спросите вы. Да, это действительно, конечно, вопрос. Каким боком эта школа вообще относится к этому делу. Но, заметьте, мать не приехала за дочкой, хотя должна была забрать ее из школы. Ну, я согласен, это мало относится. Я не сделала мужа. Всегда сделала мужа, fellas. 9 раз от 10, это самый близкий человек к ВИК, который делает его деятельность. Бог знает, что я хотел бы уничтожить в моем доме. Лекс парсимонии. Что? О, право парсимонии. Охам's raison. Семплестная объяснение, наверное, правильная. Вы знаете, вы могли бы сказать это, без того, чтобы все литургическое. Я пытаюсь дымить себя. Я не могу. Я не могу. Я пытаюсь это, без того, чтобы. Рустый, рейзер. Как это? Вы ошибаетесь, который который бежит ее. А, конечно. Моя лекс игнорамус. Класса, Коль. Пошли много людей, что-то. Эти центра, университет, пассивная, 288-мм. Белмонт-и-с-клуб. 1575-вест-2nd-срит. Ставь под подъем. Университет, коль. Университет, коль. 11К до КГПЛ, мы перейдем до 288. Поехали дальше. Какой центральный унис, КАР-16А, выяснилось, что есть возможный унисер на 8. И я думаю, что методистская церковь, унисер, чтобы обеспечить код 2. И вот не успели мы доехать до полицейского участка, как поступил вызов о том, что замечен подозрительный человек около той самой школы, которую мы и без того хотели наведаться, раз уж женщина пропала на пути туда. На самом деле, если мы вспомним начальный ролик, она была похищена где-то на стоянке. Вполне возможно, что это была стоянка той самой школы. Конечно, Фелбс об этом не знает, но вот, с чем я назвал, настоящей детективой. Даже при всех таких очевидных уликах на кого-то одного, он все равно решает... Надо бы на всякий случай, наверное, бы проверить эту школу. И он абсолютно прав. Мы обязательно-то съедем. А пока наведаемся в морг и послушаем, что нового скажет нам наш уже хороший, знакомый эксперт. Так, я куда-то не туда заехал. Я, по-моему, опять приехал на место преступления, вместо того, чтобы приехать... ...полицейскому... А, мы же не к полицейскому участку, мы едем в морг. Морг находится... ...рядом как раз-таки... ...с местом преступления, ...но внизу. Очень классно вот с ручным тормозом в поворотах ходить. Вообще здесь физика у машин достаточно такая простенькая. Не напрягающая. Можно сильно не париться. Ни в гонках, ни в погонях. Ничто, так сказать, не отвлекает от основного занятия. Это поиск улик, опрос свидетелей и раскрытие преступлений. Вообще в этой игре экшн-сцены необязательные. Разработчики даже позволяют их пропускать вовсе, поскольку они не считают, что это основной элемент игры. На любителя. Спорный момент, на самом деле, но... ...не знаю. Возможно, кто-то оценит. Белбс, Русты, спасибо за что пришло. Можешь ли выложить шоу, которые мы бэггали, ...и проверить, если они в порядке? Конечно. Все будет в репортах, но я думаю, что вы хотите детали сейчас? Пожалуйста. Еще одна за странная, действительно странная мини-игра. Берем куски веревки ...и прикладываем к фотографии. Тем самым мы должны определить, какой же тип веревки наиболее нам подходит. Веревка, которая была удушена жертвой, ...возможно, пользуется человеком, ...который имеет какое-то... ...отношение к лодкам. Например, работник гавани ...или владелец лодки, ...либо... ...то имеет отношение к церквям ...и церковным колоколам. Так что мы хотим, чтобы спортер или министр? Ну, в моей восприятии, спортеры, ...соторые являются большим либидом. Миссис Муллер криминально втратилась? Нет экстернальных или интернальных ...социальных семенов. Спасибо, мэр. Все остальное, что вы можете узнать. Интересно, данная жертва не была подвергнута сексуальному насилию. То есть... ...мотив... ...по-прежнему не ясен, ...но вот тут он отличается уже от мотива... ...предыдущего дела. Миссис Муллер криминально в 8-м. Очень похож на впечатлениях от Хенрия. Ну да, вот теперь уже подтверждено, что... ...что он тут хочет не показать. Теперь музыка утихла. Я забыл, что я хотел сказать. Ладно, надо позвонить. Где тут телефон? Где я могу помочь, детектива? Есть ли какие-то сообщения для меня? Да, детектива. Звучит новая «1946-куп», регистрированная для миссис Хьюго Моллер, был найден в парк-классе, поднимая фильм о школе и плейдингах. Капитан Доннелли хочет, чтобы идти туда сразу, чтобы получить заявку в школу. Спасибо. Ну что ж, автомобиль жертвы был найден около той самой школы. Опять-таки замечу, что Фелпс раньше всех заинтересовался этой школой, еще до того, как нам позвонили о странном подозрительной личности, крутящейся около школы, и до того, как была найдена машина. Ну, что уж тут, Фелпс реально крут. Так. Поехали, навестим школу. Трамваи не реагируют на сирену, по-моему. Глубоко плевать полицейским машинам. Глубоко плевать по-моему. Глубоко плевать по-моему. Глубоко плевать Забавный человек. Здрасте. Так, давайте глянем. Ну, в принципе, нормально едем. Не совсем, правда, в нужном направлении. Ну, ладно. Глубоко плевать Глубоко плевать Глубоко плевать и неинтересных трофеев по поиску всяких. Глубоко плевать Глубоко плевать Глубоко плевать 50-х годов. Так что, если вам нравится эта игра, я рекомендую потратить, наверное, лишние десятых часов на поезд автомобилей и пленок. Ну, собирать кинопленки. Реально фильмов, кстати. Вот пока вы все его найдете, вы город увидите, наверное, полностью. Это единственный плюс от сбора этих ужасных нудок трофеев. Ну что ж, мы почти приехали. Уже вечереет. Кстати, по-моему, блин, я вот не знаю, мне эта школа... Я, конечно, могу ошибаться, но мне эта школа ужасно напоминает школу из игры Бали. Бали. Это машина? Да, сэр, детектив. Вы посмотрели его? Суперфицированно. Я был предупрежден, чтобы ждать вы, ребята. Спасибо. Мы возьмем это от сюда. В чем время вы видели кто-то парк на машину? Летний, на самом деле, после школы, может быть, 1 о.м. Мы держим поднимали от нас, но мы были проблемы с ребенком. Это был самим, я не знаю, но я бы хотел сказать, но Но, правда, это было довольно твердым. Хорошо. Скажи мне о нем, с которым ты был в проблеме. Он сидит рядом с игроком, пытается укрепить детей. Он был рядом здесь, вчера ночью, перед танцами. Он визит? Да, сэр, я бы сказал, да. Это деда теперь! Эй, ты! Ну, ни хрена себе! Совсем страх потерял. Это педофил, короче, местный, который ошивается здесь уже долгое время. Вроде как проявляет агрессию. Правда, непонятно, только по отношению к детям или не только. Ну, не суть. Я еще чувствую себя, походу, достаточно безнаказанным. Если... Все, его никак спугнуть не могут. От этой школы. Ну, ничего, сейчас мы вам покажем. Ментовский беспредел. Чуть позже поймете, о чем я. Что ты имя? Кто это спросил? Мы можем сделать это простой или сложной. Нома Эли Руни. Ты был в об этом с правом, Эли? Немного. Что ты делаешь здесь? Я хочу держать на твой уши. Почти paterнолю, или, Эли? Не волнуйся, мальчик. У женщины здесь вчера, Эли, и убрали. И я бы хотел бы сделать это, вы жилого мать. Ну, я не знал ничего о том, но женщина, как ты говоришь, я люблю их чуть-чуть, чем сейчас. Открывай твои пакеты, Эли. А почему я делаю это? Потому что я начинаю снять твою пакетку, Эли. Ты под арестом, Эли. Ты в очень глубоком проблеме. Того, что он делает. А в кармане у него та самая брошка, которую подарил муж нашей жертве. Такие дела. Ну что ж, мы поймали педофила, это, конечно, дело благое, но у нас все еще серийный убийца не найден. И наш этот новоиспеченный педофил имел при себе брошку. Которая принадлежала мертв покойной. Так, а вот в багажнике ее машины воистину интересные вещи лежат. Веревка, которая ее удушила. Что еще? Ни форма. Ни форма может быть принадлежать мужу. Осталось выяснить, чем же наш педофил зарабатывает на жизнь. И та самая труба, которую ударили ее по голове. Труба от Крайслера. То есть, нам надо будет выяснить, кто из них может быть владеец Крайслера. Крайслером. Все. Длики кончились. Ну что ж, давайте сделаем телефонный звоночек. И я думаю, самое время будет направиться уже в полицейский участок. Как видите, у нас по этому делу один подозреваемый лучше другого. Кольфелпс, бадж 1247. Как я могу помочь, детектив? Я требую обслуживания в центре, чтобы обоих сторонах находиться в маулер-хомисаде. Конечно, детектив. Я буду связывать с маулер-хомисадом. Спасибо, мау. Ну что ж, самое время. Я говорю, что мы сделаем Руни для этого. Я думаю, что мы должны положить его на него. Он был рядом с машиной, он был в жюри, и Д.А. будет любить его. Даже если он не сделал это? Кто знает, если он сделал это? У тебя дети, которые чувствуются? Он должен быть встанут в полчаса из-за harm's way. И мы позволили маулер-хомисаде? Ну вот сейчас, Расти высказал. Расти сейчас высказал одну из таких вот... Типично, наверное, полицейско-философских проблем. У нас есть два подозреваемых. На самом деле, ни один из них до конца не подходит под то, чтобы мы смогли с точностью, с уверенностью заявить, что он убийца. Они оба подходят. Но каждый как-то не до конца. С одной стороны, мы имеем отца семейства, который, возможно, и убил свою жену. Но если и сделал это, то сделал это из личных каких-то побуждений. Возможно, каких-то бытовых мотивов. И, в принципе, он не опасен для общества. Да, он убил свою жену, но вряд ли он будет это делать еще раз. Это преступление на бытовой почве. С другой стороны, мы имеем педофила. И уж... Этого педофила явно не стоит отпускать. И у нас есть вариант упрятать этого педофила... По делу об убийстве. Хотя он явно не совершал его. Ну, похоже... Что не совершал. Ну, ладно, давайте начнем с того, что будем... Они готовы? Начнем с того, что давайте поговорим просто... Еще раз с Моллером, почему он так себя повел. Какого беса он скрыл от нас какие-то улики и пытался их сжечь. Я не могу сказать, что все осталось в любовь и войне. Вот где мы стоим, Hugo. Те рядом с ним слышали от вашего дома. Вы были бурнировать твои кровь-станетки. Вы не имеете в виду, что вы можете проверить вашу вероятность. Те девушка говорит, что вы выжили. Мы имеем все, что нам нужно, чтобы вы отправить вас в death row. И все, что вы должны сказать для себя, что я не сделал это. Я свернула, что я не убил ее. Дай мне этот тест, я могу доказать. Мне кажется, что он не похож на того тирана семьи, которым мы пытаемся его выставить. Но ребенок был бы более зашубан. Ладно, давайте допросим его. Почему ты выжил твои крови, Hugo? Потому что я знал, что ты никогда не верил мне. Отлично, чувак. Что я тебе могу сказать? Ну, ты говоришь правду. Ладно, хорошо. Вернись в что? Это кровь-станетка. У человека, который работал, брал его, и я помогал его выжить. Ну, кстати, вот это можно проверить, я думаю. Если мы определили кровь свиньи, то думал, кровь-то кролик. Мы тоже можем отличить от мужской. Ты знаешь что-то о ропе, Hugo? Какой-то следующий человек. Я был scout. Я учил немного в армии. Что-то не договариваюсь. Ну что ж... Я уж не знаю, в каких войсках он служил, но... Ответил он правильно, именно этой веревкой и были. Была задушена жертва. Так, извиняюсь, сейчас... Так, извиняюсь, сейчас... Тоже такие размывчатые эти самые... Связи между разговорами и формулировкой. Ну... Униформа. Униформа. Отрицает. Интересно. Ладно. Что у нас по поводу автомобильного ключа? Тоже на самом деле немножечко странно. Таким образом можно догадаться, что он врет и связать это с окровавленной... То есть, да, есть как бы в машине, и он как бы это отрицает, но... Почему это должно служить доказательством лжи, я, честно говоря, не очень понимаю. Ну ладно, так есть. Так, извиняюсь, что это объясняет, почему тая-ирон, который убил твоего мужа, пришла из Крайслера. Прямо сейчас мы можем сходу обвинить его в убийстве и засадить за решетку, но давайте поговорим с педофилом. Как бы... Мы можем вернуться к этому чуть позже, если мы и решим, что именно он должен сесть за убийство жены. Найти комнату... Интересно, с кем-то разговаривать, с ним что? Ладно. Комната номер один, по-моему, где-то здесь. А... Друзья! Вы действительно пришли через это... Капитан, мы были на пути к интервью Элида Рунина. Да, ребята, я знаю. Эта особенность история у всех знакомых. Я пытался реагировать его в вершину и ужасного бога. В любом случае он идет, я буду со мной лично. И... Тут как бы нам начальство в очередной раз дает, как бы, ну... Недвусмысленно дает понять, кого именно она хочет видеть за решеткой. Ну, давайте пока просто поговорим с этим... ...охмарем. Ты видишь, как ты это делаешь? Ты видишь меня, что ты спросишь о твоей симпатии, брат? Он наглый, конечно, пипец. Какая-то бута ты наденешь, Эли? Какая-то, как я могу снять руки. Я наденусь. Я наденусь. Я наденусь. Ты может быть 5'5", 5'6", на верхнем. И ты наденусь с 11-цем? Я не думаю, Эли. Это может быть на большом. Может, 10-цем. Может, 8-цем. Может, 8-цем. Я наденусь. Почему ты не пугаешь детей с твоей симпатии, Эли? Он реально странный педофил. Он даже не пытается это скрывать. Я не знаю, может, от закона такого не было, что нельзя было нападать на детей. Но это реально странно, то, как он себя ведет. Ты не забываешь, Эли? Я не знаю, Эли. Я у меня не знаю, Эли. Я у меня не знаю, Эли. Моя семья были убиты в Дюст-Боле. Но ты у тебя работал. Пароли должен должен быть работал, да? Я у меня работал на Сан-Педро. Я собираюсь для чего-то нового. Эли, Эли? Эли, Эли. Эли. Эли, Эли, Эли. Вы не можете убить, что-то, в них. Эли, 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 Эли. Да. Эли, зеленая пловушка. Да. Да-да, на жарке. Друзья, буду в зеленую пеновушкой. Элию, Эли. Ну, что-ж... Та самая зеленая униформа с буквами, АЧМ... Которая... Которую мы нашли в багажнике. Она запросто может подлежать Эла. Он как раз там работает. Ты не заканчиваешь какие-то ваших врагов, Эли? Ни вообще не очень классным, чтобы их это называть. Что вы называете? Я не могу сказать. Я научился много лет назад не говорить о том, что я люблю. Речь о том, что это просто становится дандыр. Отвечательный вопрос, Руни, до того, чтобы я обманываю тебя! Понимаете, что я имею в виду? Отвечательная ответственность, да. Вы имеете в виду преференции о ропе, Эли? Я знаю хорошей ропе от плохой ропе, если это то, что вы имеете. Это не то, что вы имеете. Какой-то ропе будет хорошо. Он не врет. Парм-бой, как ты, Эли, должен любить ропе для ропе. Я люблю ропе. Я люблю ропе для ропа. Я люблю ропе. Я люблю ропе. Я люблю ропе. Я люблю ропе. Ты убил миссис Моллером и захотел ее жиле. Это не так. Это ничего нет. От каких глазки-то бежать? Продолжение следует... Продолжение следует... Мы не поймаем настоящего убийцу в этом деле. Зато у нас есть два подозреваемых. И один из них должен сесть. Кто? Решать нам. Фелпс, лично Фелпс, хочет посадить мужа, потому что его показания звучат наименее убедительно. И он палится больше точек соприкосновения между ним и жертвой. Хотя я не понимаю, почему они не хотят сделать тест крови на ботинке. Потому что определить, человеческая кровь или нет, было бы легко. С другой стороны, у нас есть педофил, который психопат, судя по его ответам, он точно будет нападать на детей. И плюс этого хочет наше начальство. Наше начальство хочет видеть этого педофила за решеткой, независимо от того, найдем мы убийцу или нет. В прошлом деле мы пошли против начальства. Если мы сделаем так, как хочет Фелпс, мы пойдем снова. Я, конечно, не против позлить этого бесючего, самодовольного капитана. Но мне кажется, в данном случае правильно будет из двух зол выбрать меньше и обвинить в убийстве этого педофила. Пусть даже он этого не совершал, но в любом случае мы сделаем благое дело, садив его за решетку. Да будет так. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Стоит добавить, что вне зависимости от того, кого мы посадим за решетку, если вы прошли миссию так же, вы получите 5 звезд, вне зависимости от того, кто сядет. Это как бы выбирать вам, кто меньше нравится, что вам кажется более правильным. Эта миссия закончена. Мы, как всегда, взяли ее на 5 звезд. Просто идеально, можно сказать, не единого штрафа. Мне это дело очень нравится за счет того, что здесь нам дается выбор. Такой непростой выбор. То есть мы не можем сделать правильно, но нужно выбрать наихудшее из неправильных. Или наилучшее из неправильных. Сложно сказать. Это очень-очень-очень показательная миссия. Она, мне кажется, шикарно передает основные проблемы детективов. Не знаю, которые с нас сталкивались тогда. Да и сейчас сталкиваются. Есть дело, есть подозреваемые, есть начальство. Есть чисто моральные дилеммы. Как решать, дело личное. Мы решили ее вот так. Ну что ж, с чем я нас поздравляю. Давайте быстренько глянем, что у нас будет после этой миссии. Есть какие-то слэшбеки или другие катсцены, которые приоткроют еще немножко сюжетом. Да. Армия. Белл, мы нашли две регулярные армии. Леотент. Белл, мы были за это. Эта снайпер barely missed you back on the beach. Until the mission is over, there'll be no more saluting or signs of rain. Я в chargeе, Медие. Вы желаете обмануться к преснямам? Я знаю, что они болят. Почему они выглядят так солны? Вы думаете, почему мы еще не убили их? Нет, это не большая шума, чем пресням. Готово, голоденбой, я просто знаю, что он делает. Я не знаю, что он делает. Я не знаю, что он делает, что он делает, что он делает, что он делает, что он делает. Я не знаю, что он делает, что он делает, что он делает. Я не знаю, что он делает, что он делает, что он делает. Видите, парни? Он ударил его на голову. Это было лишь для того, чтобы вспомнить его место. Его шума была в том, что он использовал с суперия. Я уважаю, что я не знаю, корпорал. Возвращаю? Мы здесь, чтобы убить их, дожди. Вы знаете, почему мы боремся с япанами, Проводец? Возвращаю, парни. А вот эта сцена просто показывает Фелбса с одной из, наверное, его лучших сторон, как очень понимающего и сообразительного человека. То есть вот такой простой вопрос, почему же японцы напали на Перл-Харбор? Когда обычный солдат ему говорит, потому что они ненавидят нас, американцев, наш образ жизни, он говорит, что полная херня. Мы лишили их нефти, они на нас напали. Вот вам простое объяснение всему. Ладно, давайте на этой позитивной ноте и закончим. Миссия выдалась немаленькая. Вставайтесь с нами, я точно гарантирую, что в отделе убийств будет еще немало интересных дел, и все это в итоге придет к единой развязке. Ну а на сегодня все. Пока-пока.